Под звуки торжественного марша Знамя Победы в санатории Русь привезли байкеры на мотоциклах. Похоже, сложилась новая традиция – перевозить флаг из санатория в санаторий необычным способом. Например, из Лазаревского на прошлой неделе флаг везли на открытом джипе. Музейную копию красного стяга в санаторий Русь вносят сотрудники медчасти здравницы «Салют». Там флаг хранился всю прошлую неделю. В зале знамя встречают в торжественной обстановке. Момент торжественной передачи флага – от санатория к санаторию. В церемонии принимает участие ветеран Великой Отечественной Виктор Криулин. После войны он больше 30 лет проработал в санатории Русь. Тогда он еще назывался санаторием имени Ленина. Работал культорганизатором. Оркестр был, эстрадный оркестр, духовой оркестр, танцевальный коллектив. Солисты, певцы, танцоры выступали. Но это уже в мирное время. А в годы войны санаторий Русь был переоборудован в госпиталь. Здесь вернули к жизни сотни солдат. Вообще же первых раненых в санатории и госпитале, а таких на курорте было более 50, начали принимать уже в августе 41-го. Последние были выписаны в 47-м году. Всего в Сочи поставили на ноги почти 336 тысяч солдат. И эстафета «Милосердие» о передаче флага и была задумана как дань памяти врачам, которые, не отходя от медицинских коек, порой сутками, совершали во время войны свой подвиг – спасали жизни. Сотни тысяч людей отдавали свою жизнь ежедневно для того, чтобы вернуть бойцов на фронт, чтобы вернуть им здоровье. И наши дети, будущие поколения, должны знать, какой подвиг город Сочи совершил в дни Великой Отечественной войны и после нее. В санатории «Русь» точная музейная копия знамени Победы будет храниться ровно неделю. Следующим пунктом станет санаторий «Беларусь». После флаг будут встречать еще в десятке санаториев. А 9 мая знамя Победы понесут во главе бессмертного полка. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.